Библейский портал экзегет.ру представляет Деяния апостолов, 18 глава, перевод международного библейского общества. Читай его для библейского портала экзегет. Итак, в 17 главе у нас Павел выступает в Афинах, не добивается массового обращения, да, всего несколько человек, но несколько человек — это тоже важно. И понятно, что, кажется, это максимум того, чего он мог добиться. Ведь как хорошо было, он им речь сказал красивую, и польстил им, что вот они особенно религиозные, и весть о Христе изложил так, чтобы было совместимо с греческой философией. Но не всегда срабатывают самые лучшие ходы. После этого Павел покинул Афина и отправился в Каринф. А Каринф — это город немножко южнее, до сих пор существует, и это крупный очень центр, не менее крупный, чем Афины, где тоже всякие и языческие культы, и иудеев довольно много, потому что город торговый, и, соответственно, там такие связи. Там он встретил иудея по имени Акилла, уроженца Понта. Понта, но это при Черноморье. Тот недавно прибыл из Италии со своей женой Прескиллы, потому что кесарь Клавдий приказал всем иудеям покинуть Рим. И Павел пришел навестить их. Ну, действительно, были такие эпизоды, когда не очень-то любили иудеев, римские власти выгоняли их, и христиан еще менее любили. Просто до христиан еще пока руки не дошли, но скоро дойдут. У них было одно ремесло с Павлом, они изготавливали палатки, поэтому Павел остался работать с ними. Обратим внимание, что Павел, помимо того, что он богослов, и богослов до своего еще обращения, да, он учился у Гамалиила, он еще имеет работу ручную, ремесленную, палатки шьет. Самая простая работа, всегда можно прокормиться. Более того, он этим кормится. Да, то есть он проповедник-проповедник, а одновременно он и мастеровой человек, который продает изготовленные ими палатки. И вот они вместе с этим, значит, Акилы ищут палатки. Фирма Павел и Акила. Надо же. Каждую субботу он рассуждал в синагоге с иудеями и греками, пытаясь их убедить. Опять он начинает с проповеди иудеям и тем грекам, которые интересуются иудаизмом. Когда из Македонии пришли Сила и Тимофей, а они там в Афины, он их призывал, теперь уже, наверное, в Каринф позвал, то Павел посвятил все свое время возвещению Слова, свидетельству иудеям о том, что Иисус Христос. Очевидно, Сила и Тимофей могли ему помочь со всем остальным, может, палатки тоже помогали еще. Когда же они стали препятствовать ему и оскорблять его, он отряхнул пыль с одежды и сказал им, «Вы сами повинны в своей гибели, я чист и перейду к язычникам». Вот, пожалуй, поворотный момент, после которого он уже на язычников и ориентируется, хотя в синагогах бывает. Нельзя сказать, что это последний его заход в синагогу. Павел вышел из синагоги и пошел в дом, стоявший рядом, в котором жил Титий Иуст, человек, чтущий Бога. Ну, вот, видимо, из тех, кто верит в единого Бога, но не принимает иудаизм формально. Начальник синагоги Крисп и все его домашние поверили в Бога. Многие из коринфян, слышавших Павла, уверовали и были крещены. Вот его проповедь, может быть, в силу того, что она более продолжительная, может быть, в силу того, что он через синагогу действует, приносит гораздо более серьезные плоды, чем в Афинах. Однажды ночью Господь сказал Павлу в видении, «Не бойся, продолжай говорить, а не умолкай. Я с тобой, и никто не причинит тебе вреда». В этом городе есть много принадлежащих мне людей. Павел провел там полтора года, учаясь к Слову Божьему. А с другой стороны, полтора года, в Афинах это была там пара-тройка недель, и такая блиц проповедь. А тут вот изо дня в день, тут вот из дома в дом. Это долгий упорный труд. В то время, когда Галеон был правителем провинции Ахайя, это Ахайя, провинция, в которой находится Каринф, Македония по-севернее, Ахайя — это Южная Греция. Иудеи, собравшись, напали на Павла и привели его на суд. Иудеи противодействуют, видя в этом некоторую конкуренцию духовную. Они стали обвинять его. Этот человек убеждает людей, чтить Бога не так, как учит наш закон. Павел не успел еще ничего сказать, когда Галеон, римский наместник, обратился к обвинителям. Иудеи, если бы вы обвиняли его в каком-нибудь правонарушении или же серьезном преступлении, то у меня было бы основание принять вашу жалобу. Но так как здесь идет спор об учении, именаха в вашем законе, то решайте эти вопросы сами. Я не желаю быть судьей в подобных делах. И он прогнал их из суда. Это очень трезвый подход. А дальше интересно. Тогда все схватили начальника синагоги Сосфена, избили его предзданием суда. Но Галеон не проявил к этому никакого интереса. Вот прям кулаки чешутся. Буквально кого попало взяли, избили. Хотя начальник синагоги у нас уже было только что. Он принял христианство. Но явно он против Павла, этот гнев направлен. А вот бьют кого попало. Павел пробыл еще некоторое время в Коринфе. Затем он простился с братьями и вместе с Прескилла и Акилла отплыл в Сирию. Сирия, то есть где Антиохия, где его основная база, где, собственно говоря, центр вот этого миссионерского христианства. Перед отплытием Павел острик волосы в Кенхриях, потому что некогда дал обет Богу. Мы не знаем, что это, но, наверное, если все благополучно пройдет, то сострижение волос тоже некоторая жертва. Похоже немножко на назарейство. Обряд назарейства, когда нельзя, наоборот, стричь волосы, а в день завершения обета состригают их. Но это скорее в Ветхом Завете. Они прибыли в Эфес, где Павел оставил Прескиллу и Акилу. В Эфес, где и сегодня, на западе Малой Азии, сегодня Турция. А сам пошел в синагогу и рассуждал там с ними опять в синагогу. Они просили его еще остаться у них на некоторое время, но он отказался. «Я вернусь, если на то будет Божья воля», — пообещал Павел на прощание и отплыл из Эфеса. Тем не менее, какая-то община там осталась. Он потом ей напишет послание. Он сошел с корабля в Кесаре, это уже на территории Палестины, пришел в Иерусалим и, поприветствовав местную церковь, отправился в Антиохию. Проведя некоторое время в Антиохию, Павел отправился оттуда в путь через Галатийскую область, в Ифригию, укрепляя учеников. Вот он продолжает посещать те регионы, где он основывал церковь, где его знают лично. Как проходит все в тех самых местах, где он когда-то основал церковь? Ведь он там побывал, но на этом история не кончилась. Он не единственный проповедник христианства. В Эфес тем временем пришел Иудей по имени Аполлос. Он был родом из Александрии. Аполлос был человеком образованным и хорошо знал Писание. Он был научен пути Господа, ну то есть так называет себя христианство, и говорил очень горячо и убедительно, правильно уча об Иисусе, хотя сам он знал только крещение Иоанна. То есть, видимо, вот все до проповеди Иоанна о покаянии, а дальше он ничего не знал подробно и толком, так что-то слышал. Об Иисусе ясно слышал, иначе бы он не учил о нем, но, видимо, не очень точно и внятно. Аполлос начал смело говорить в синагоге, и когда прискилла Акилла, его услышали вот эти самые спутники Павла, они пригласили его к себе и точнее объяснили ему путь Божий. Аполлос хотел идти в Ахаю, и братья, поощряя его, написали письмо ученикам, живущим там, с просьбой принять Аполлоса. Когда он пришел туда, то оказал большую помощь тем, кто по Божьей благодати уверовал. Аполлос убедительно опровергал иудеев в открытых диспутах, доказывая писаниями, что Христос — это и есть Иисус. Вот зачем эти подробности прискилла Акилла Аполлоса? У нас есть Павел, великий Павел, чемпион, победитель, проповедник. Так он же не один. Невероятно важно, что церковь устроена сложно. В ней нет одного кого-то, а остальные — это пыль под его ногами. Иногда спорят. Вот у нас там был спор, надо ли обрезание совершать тем, кто принимает крещение в качестве предварительного шага. Надо ли соблюдать Моисеевы правила о пище, кашрут. Вот здесь исправление, дополнение Аполлоса учит об Иисусе, но не точно, знает только начало, знает только вот про Иоанна Крестителя. Вот церковь — это сложно всё устроено. И в ней нету вот чего-то такого героя, за которым идёт свита, носит его там какой-то вот, знаете ли, мантию за ним несёт и только ему поддакивает. Это жизнь, в которой вот одному мало, не хватает сил, а нужно, чтобы были разные. Причём эти разные, они вот в таком сложном единстве друг с другом. Главное, чтобы они при этом искали взаимопонимание, а не конфликта. И мы будем об этом ещё читать более подробно в 19 главе.